Экспозиционный зал музейного комплекса «Северская домна». Сегодня здесь кипит работа. Сотрудники описывают новые экспонаты, расставляют картины. Одним словом, идет подготовка к открытию музея, которое запланировано на 16 июля. Главным артефактом обновленной экспозиции станет живопись. Гостям здесь будет представлено 11 картин известного художника Уральского Александра Ремезова. И все эти картины, они, собственно, повествуют об этапах развития металлургии 18 и 19 века. Ну и, конечно, дополнением к этим картинам уже будет служить предметный ряд, посвященный истории нашего предприятия. Гостям музея наверняка запомнится корпус барки, словно выступающий из стены. Он дополнит экспозицию «Путь железных караванов». Здесь же разместятся уникальные артефакты. К примеру, вот этот – настоящий лод-якорь 19 века, который нашли на дне реки Чусовой. Стоит сказать, что рядом с новыми картинами будут размещены так называемые инсталляции – специальные подиумы, имитирующие дух времени. Такова задумка авторов проекта музейной экспозиции Уральского регионального института музейных проектов. Одна инсталляция будет посвящена горно-рудным работам. То есть мы с вами видим, собственно, имитацию поверхности земли на руднике, где будет стоять тачка, в которой будет насыпана как раз железная руда, которую добывали на наших рудниках и привозили на наш завод. Рядом будут лежать определенные предметы, например, тоже уникальный такой артефакт, настоящее деревянное ведро, при помощи которого доставали как раз руду из шахты. Увидим мы в выставочном зале и фигуру рабочего пудлингово сварочного цеха, который работал в этом здании в конце 19 века, а также орудие труда. Данные инсталляции будут дополнять вот этот триптих, созданный Александром Ремезовым. На трех полотнах изображен ранний период горнозаводской цивилизации. Это очень сложный жанр – историческая живопись. Почему? Потому что нельзя выехать на натуру. Потому что ты не понимаешь, как выглядит цвет горячего металла. Слава богу, есть электростальный плавильный цех, и художник видел это там. Потому что одежда, которую он изображает, допустим, вот все эти картины – это первая половина 18 века. То есть это период дофотографический. Все, что мы могли посмотреть – это старые какие-то книги, исторические источники, старые картины того времени, то есть художников того времени, которые писали тогда. И какие-то исторические книги, исторические источники, но где опять же нет изображения. Как художнику понять, какой цвет? Но вот с светом раскаленного металла мы разобрались благодаря современному производству. А по одежде приходилось находить, выискивать и в первую очередь смотреть живопись 18 века. Но я думаю, что мы попали. Со вторым полотном – рудознацами. Была не менее сложная задача – изобразить добычу руды. Нижний персонаж, он как будто бы вылазит из земли, вот он вот из этой, из преисподней какой-то, да, у него как будто бы даже нет ног, а вверху вот такой свет. И очень интересный персонаж, который стоит вверху, с кайлой, прикрыв лоб. Вот обратите внимание, во что он одет. Он такой какой-то мифический на голове, у него как будто бы даже какой-то шлем. Это такой образ некого воина, о котором так активно пишет Алексей Иванов в своих книгах. То есть он сравнивает фигуру горщика с фигурой воина. И здесь очень много такого, какой-то мифологизации, наверное, в перемешку вот с реализмом. А эта картина носит название «Кричники». Ее художник сдал буквально месяц назад. До этого было сделано порядка восьми экскизов. Автор буквально поймал ритм, изображая, как идет проковка Крицы. Да так, что сейчас смотришь на картину, и реально возникает ощущение их движения. Это будет уникальная экспозиция. Ничего подобного нет сегодня на Урале. Но и это еще не все сюрпризы. Напомним, что реконструкция Домны приурочена к 350-летию Петра Великого. А вот и он, его величество, реформатор. По заданию экспозиционеров, художник Северского трубного завода Александр Зеляев написал портрет основателя горнозаводской цивилизации. Несколько, так скажем, работ художников пересмотрел и для себя вывел такой один образ. В портрете самое главное – это показать даже не глаза, а взгляд именно. Вот портреты – это можно отнести к цветной графике. А в графике самое главное – это четкая прорисовка самого рисунка, как бы сам портрет, чтобы был четкий, без всяких там лишних мазков. Над изображением Петра I Александр работал около месяца. Еще столько же потребовалось, чтобы написать на холсте Василия Татищева. Сегодня работы ждут обрамления в величественные рамы. Они буквально будут открывать новую реальность Северской домны. За закрытыми дверями прохода скрывается новое пространство комплекса – зал для временных выставок, зона кейтеринга и конференц-зал. Нам все-таки удалось реставрацию даже провести, элементов прошлых пеков, которые оставались, в частности, вот кирпичная кладка, которая была сделана. Я вот считаю, что все получилось. Согласно проекту, здесь разместится современный конференц-зал со звукомультимедийным оборудованием. Через несколько месяцев в этом пространстве будут проходить переговоры и деловые встречи, интеллектуальные игры и лекции. А это будущий выставочный зал. А когда-то здесь стояли ножницы для правки жести и пила. Подобного помещения для проведения выставок нет во всей Свергловской области – 275 квадратных метров. Здесь предусмотрена современная система музейного освещения – лампы со специальным радиусом раскрытия света, чтобы можно было ими подсвечивать произведения живописи, графики самого разного формата. Здесь будет современная система подвесов для картин. Знаменитая японская фирма «Аракава». Это современные системы, которые на Урале используются пока только в центре «Эрмитаж Урал» и в Синаро-центре. И мы будем третьи, у кого будет эта система. Система очень надежная, она выдерживает большую нагрузку. И нам, конечно, очень приятно, что самая лучшая в мире система, которая в том числе в Лувре, она будет использоваться здесь. Здесь будут еще передвижные специальные перегородки, на которых можно будет мобильные, которые можно будет составлять всяким разным образом, для того, чтобы экспонировать на них картины. И самое первое, чем мы откроем здесь наш музей в середине июля, чем удивим наших гостей, это будет выставка, посвященная промышленному реализму. Больше 50 работ здесь представит галерея Синаро-Арт. Это все работы из их собрания. Работы большей части художников второй половины 20 века. И подобной выставки не видел Полевской. И я думаю, что для Урала в целом эта выставка будет открытием. Несмотря на современность проекта, руководство музейного комплекса настаивало на сохранении исторических вкраплений. Так, к примеру, по возможности мы видим кирпичную кладку 19 века. Фермы – огромные железные элементы старого оборудования, которые дизайнеры выгодно обыгрывают и декорируют. В холле, где будет располагаться ресепшн и гардероб, также все продумано до мелочей. Общая площадь, где сегодня ведется реконструкция 1200 квадратных метров. Это ровно столько же, сколько сегодня занимает экспозиционный зал музея. Важно сказать, что осуществление масштабного проекта стало возможно благодаря трубно-металлургической компании. Наверное, главным сюрпризом для полевчан станет обзорная экскурсия, но не только по музею, как мы привыкли раньше, а начинать мы будем с Мурала «Северский поток». Вот эти наши знаменитые раскаленные трубы на стене научно-исследовательского центра. Мы проведем несколько таких экскурсий, пройдемся по улице Вершинина, пройдем мимо нашего арт-объекта «Северская цапля», узнаем много интересного о нем, и затем уже посмотрим литейный двор доменного цеха, новую экспозицию с картинами, ну и, конечно, вторую очередь. Музейный комплекс «Северская домна» становится уникальной мультиформатной площадкой, сочетающей в себе сохранение исторического наследия и современных технологий музейного дела. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.